Спасённые служить и снова пророчества. Понимание пророчеств представляет. Христиан обвиняют в расстреле гей-клуба во Флориде. Последствия для церкви АСД. Ответ церкви АСД на это зверское убийство. Это программа понимания пророчеств. Я Хилари Энрикес. Я Эндрю Энрикес. Мы делимся с вами библейской точкой зрения на текущие события, как они разворачиваются и быстро ведут нас к установлению начертания зверя и к финальному кризису. Мир все еще пребывает в шоке от того, что произошло утром и неоднократно мысленно возвращаясь к тому зверскому убийству, которое имело место в ранние утренние часы 12 июня в ночном гей-клубе Пульс во Флориде. Это был самый большой массовый расстрел в американской истории, унесший жизни 49 человек и получивших ранения более 50 человек. Мы выражаем наше самое глубокое соболезнование семьям, где были жертвы, и тем, кто получил ранения. Мы считаем, что души, которые были потеряны, это души, за которых умер Христос. Это были чьи-то сыновья, дочери, братья, сестры или, возможно, даже чьи-то отец или мать. И особенно трагическими и ужасными являются обстоятельства, при которых они погибли, что они делали в последние моменты своей жизни. Это просто очень печальная ситуация. Все это действительно трагично. И это гнусное преступление, которое было совершено против человечества. И мы осуждаем это насилие, которое совершается в обществе. Но сейчас нам действительно необходимо вытереть эти слезы и прийти в себя. И мы должны рассмотреть эту трагедию, этот инцидент, этот массовый расстрел и убийство, которое имело место в Орландо, сквозь призму этой великой борьбы между Христом и Сатаной, в центре которой мы все находимся, посреди этой великой войны между добром и злом. Все из нас находятся в центре этой страшной войны, потому что Сатана будет использовать этот инцидент, который только что имел место, эту бойню, во-первых, для того, чтобы заставить замолчать Божьих вестников и прекратить проповедовать истину для настоящего времени. Во-вторых, чтобы ограничить нашу свободу вероисповедания. И в-третьих, Сатана собирается убедить всех Хилари, чтобы это положение вещей было принято различными деноминациями и особенно адвентистами седьмого дня. Эта трагедия рассматривается в качестве террористического акта, совершенного исламистским экстремистом, тем, который является радикальным в своих убеждениях. Этот террористический акт уже назван самым страшным террористическим актом после событий 11 сентября 2001 года, после нападения на Всемирный торговый центр. И ты знаешь, как событие продолжает разворачиваться с этим преступником, стрелком. Его зовут Амар Матид. Было обнаружено, что он был на самом деле дважды под следствием УФБР. Это были своего рода сигналы опасности. И они также сказали, что у него были какие-то крайности в его идеологии, связанные с его мусульманской или исламской верой. И поэтому, все это рассматривается как акт терроризма и преступления на почве ненависти против ЛГБТ-сообщества. И для тех, кто так говорят, я должна отметить, что месяц июнь считается или празднуется как месяц гей-сообществ. С начала месяца были торжества по всему миру. Во всем мире люди проводят митинги и все виды публичной демонстрации, прославляющие образ жизни ЛГБТ-сообщества. И определенно, люди рассматривают это преступление на почве ненависти. Как же мы можем ожидать в такой обстановке повышенную безопасность и тому подобное? Мы должны видеть это через призму великой борьбы. Мы должны так это воспринимать. Потому что ничего не происходит случайно. И почему все сейчас обвиняют в этом ужасном преступлении радикальных мусульман. И так же сейчас обвиняют и христиан, возлагая на христиан полностью или частично ответственность за эти смерти. Давайте обратим внимание на это. И они называют таких христиан фундаменталистами. Те, кто имеют экстремальные взгляды. Давайте посмотрим на это. Католическое новостное агентство. Читаем заглавие. Юристы Американского союза гражданских свобод говорят, что христиане привели к этой стрельбе в Орландо. Юристы Американского союза гражданских свобод обвиняют христиан из республиканской партии за террористическую атаку в Орландо. Послушайте, что пишут в Вашингтон Таймс. Активисты ЛГБТ обвиняют христиан за террористическую атаку в Орландо. Здесь говорится «Несколько видных борцов за права геев вышли на социальные СМИ, чтобы обвинить христиан за бойню, которая произошла в воскресенье в гей-клубе в Орландо». Чейс Стренгио, персональный адвокат Американского союза гражданских свобод, в воскресенье заявил, что христианские правозащитники виновны в этой бойне, так как они издавали законопроекты, направленные против ЛГБТ сообщества. Христианские правозащитники также виновны, потому что они выпустили в последние шесть месяцев 202 законопроекта, направленного против ЛГБТ сообщества, и люди обвиняют за это ислам, но христиане также виновны в том, что произошло. Интересно, что этот термин «фундаментализм» был используем и был привязан к этой бойне, которая имела место в Орландо в отношении членов ЛГБТ сообщества. И Папа Франциск использовал то же слово и тот же термин «фундаментализм». Он даже недавно сказал, что религии и народы нуждаются в объединении для того, чтобы бороться вместе против фундаментализма. Послушайте, как он это сказал в журнал «Крокс». Папа Франциск призвал мировые религии бороться против экстремизма и фундаментализма. И продолжая говорить, он отметил, что экстремизм Хилари и фундаментализм могут быть найдены в каждой религии, не исключая и христианство, и даже иудаизм. Он сказал во время своего первого визита на Ближний Восток в качестве Папы в прошлом месяце. Понтифик подверг критике фундаментализм в христианстве, в исламе и иудаизме, как одну из форм насилия. И как именно сатана собирается извлечь выгоду из этой стрельбы, которая представляется под лозунгом радикального ислама, направленного против представителей ЛГБТС-сообщества. Если даже Антихрист, человек греха, считает своим долгом сказать что-то относительно этого массового расстрела. Папа сказал недавно, заглавие «Служение католических новостей». Папа предложил молиться о жертвах в Орландо, этого ужасного и абсурдного насилия. Прочтем один параграф. Папа Франциск предложил молиться за семьи, в которых были жертвы этого массового расстрела в Орландо, Флорида. И он выразил надежду на то, что люди найдут способы выявления и искоренения причины такого страшного и нелепого насилия. Это все наводит на мысль об инквизиции. Как вы собираетесь определить? Вы собираетесь исследовать эти вопросы в истории, или в их поведении, или в интернет-активности людей, которых вы считаете, что они являются фундаменталистами. И как он сказал, что мы будем не только идентифицировать, но также и искоренять. И это напоминает мне книгу пророка Даниила 7 главу стих 8. Когда папство выходит в первый раз в 538 году, что оно, папство, должно было сделать, чтобы заполучить мировое господство, оно должно было также искоренить каждого из тех, кто сопротивлялся и его власти. И это именно то, что папство и сделало. И так эти консерваторы и эти фундаменталисты, в кавычках, стоят на пути папства и противятся мировому единству, которого они так желают. И такие люди должны быть выявлены и искоренены. И мы должны помнить, что церковь не может в полной мере выявить… Ты прав. Тех индивидуумов, которые стоят на пути мира и гармонии среди народов. Церковь должна для этого объединиться с государством. Таким образом, здесь подразумевается объединение церкви и государства. Как я уже говорил ранее, спасенные служить. Мы должны рассматривать этот инцидент, это событие через призму этого великого противостояния. Мы живем прямо в центре этой драмы, где каждый планирует на какой стороне ему находиться. На стороне добра или зла. И вся эта драма основывается на первом послании к Коринфянам, глава 4, где сказано, что мы являемся зрелищем для ангелов и для всего неба, и для тех, кто в этом мире, – для людей. И вся эта драма имеет вечные последствия. Это так. И дальше он сказал, что нужно не только выявлять, но и искоренять тех индивидуумов, которые совершают это ужасное и абсурдное насилие. Это призыв к искоренению фундаменталистов. А затем он говорит, фундаменталисты – это те, кто верит в абсолютную истину. Посмотрите это. Папа Франциск бьет по фундаменталистам, по тем, кто верит в абсолютную истину. И недавно он сказал, фундаменталисты, о которых он говорит, это не обязательно те, кто приходят с автоматической винтовкой AR-15 и пистолетом и убивают людей. Но он говорит о тех, мыслей и слова которых являются угрозой для единства и мира во всем обществе. Всеобщему благоденствию. Да. Всеобщему благу, Хиллари. Он сказал следующее. Он говорит, что есть фундаменталистские группы, которые могут никого не убивать. Но образ мышления фундаменталистов – это насилие во имя Бога. Я хотела бы отметить, что Франциск является лицемером из лицемеров и самым настоящим человеком греха, потому что он объясняет процесс мышления фундаменталистов. Но нужно напомнить и не забывать, что он является иезуитом. И если мы вспомним истории иезуитов, они сами совершали акты насилия с самого начала своего существования. И этот орден является самой фундаменталистской группой в католицизме. И все же он призывает осудить фундаментализм. Мы должны понять следующее. Он говорит, что способ мышления фундаменталистов – это насилие во имя Бога. А что, папа может читать человеческие мысли? И как он может знать, что кто-то в своем разуме совершает акт насилия? Для этого нужно видеть что-то. И поэтому он говорит, что фундаменталисты – это те, кто проповедует определенные доктрины, которые вступают в противоречие с политикой и учениями католицизма. Которые разблачают папство. Именно. И смотря на этот инцидент, на этот расстрел, Хиллари, и спасенная служить, это из AP News, читаем заглавие, показывает нам, что этот инцидент был используем, чтобы привести к одному мировому правительству. И к одной религии. Это так и есть. Здесь сказано, Соединенные Штаты призывают объединенные нации объединиться для защиты прав геев. Мы видим очень повсюду люди говорят, независимо от вашей ориентации, независимо от вашей религии, вашей национальности, цвета вашей кожи или чего-либо еще. Все, что нам нужно – это объединиться и жить вместе как нация, отложить в сторону все эти различия. И давайте объединимся всем во имя мира, во имя любви, во имя толерантности. И именно поэтому я говорю, что нам пришло время вытереть слезы, если мы плакали за эти души. И, друзья, если мы даже не были знакомы с ними лично, мы печалимся об этих душах. Потому как я верю, что те, кто погиб, ради этих людей Христос сошел в могилу. Для того, чтобы их спасти. Для того, чтобы найти и спасти их. И если мы вспомним, как люди восстанут в день, когда они будут воскрешены, они будут иметь те же мысли, которые были у них перед тем, как они почили. Их мысли продолжатся. И сейчас мы нуждаемся в том, чтобы проснуться. Потому как враг наших душ будет использовать этот инцидент для того, чтобы привести всех к заключительному кризису. Будем помнить, что даже еще перед этими массовыми расстрелами, они уже говорили, что пришло время закрывать возможность говорить тем, кто сеет ненависть. Это уже имеет место в Канаде. Посмотрите это. И также в Европе. Они призывают к тому, чтобы закрыть возможность говорить тем, кто сеет ненависть. Любые высказывания, которые идут против соединения церкви и государства, по их мнению, это уже разжигание ненависти. И они могут создать инквизицию, чтобы контролировать это. Да, верно. И что говорят наши компьютерные гиганты, которые обязались принять меры в течение 24-х часов к закрытию тех, кто разжигает ненависть. Я читаю, здесь говорится, в соответствии с продолжением кодекса о действии фирм, в которые также входят Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft, взяли на себя обязательства быстро и эффективно бороться с незаконной пропагандой ненависти, направленной против кого-то, по вопросам расы, цвета кожи, религии. Мы можем также добавить сексуальной идентичности, сексуальной ориентации, и против национального или этнического происхождения. И с помощью этого можно будет обвинить и в тех верных адвентистов, которые проповедуют 203-х ангелов из книги Откровения 14-й главы. Потому что эти вести говорят о том, кто является Вавилоном, и о грехах, которые происходят в падших протестантских церквях, этих дочерях Вавилона. Ты видишь, как они используют это массовое убийство для того, чтобы убрать тех, кто проповедует истину для настоящего времени? Верно! И заметьте сейчас, если вы будете проповедовать против какой-либо религии, основой с написанием, если вы будете проповедовать трехангельскую весть, вы будете раскрывать того, кто назван Вавилоном, и вы будете призывать людей выйти из Вавилона и присоединиться к Божьему движению остатка, такие будут названы разжигающими ненависть, риторика и доктрины которых приносят распри. И в таком случае вы являетесь фундаменталистом, и что эти речи могут послужить тем личностям, которые будут приобретать винтовки, пистолеты, автоматы, и приходить в различные церкви и совершать там преступления, физически. И вот почему дьявол через своих человеческих агентов будет использовать это событие в Орландо, для того чтобы попробовать остановить провозглашение истины для настоящего времени, в эти последние дни. Даже по проблемам сексуальной ориентации, я имею в виду то, что нам нужно вставать и проповедовать в соответствии со Словом Божиим, и как Бог относится к этому. И нам нужно призывать мужчин и женщин, вы даже не сможете назвать этот образ жизни ЛГБТ сообщества мерзостью. Это то, что Библия говорит по этому вопросу. И это на самом деле не является разжиганием ненависти. А что насчет определенных групп в церкви адвентистов седьмого дня? Это интересно. Которые верят, что нужно покупать буквальное оружие, и идти в церкви, принадлежащие к церкви адвентистов седьмого дня, и совершать там различные преступления, убивая людей. И поступая вопреки Писанию, которое говорит нам во втором послании к Коринфянам 10 главе, что оружие, воинствование нашего, не плотские, потому как мы ведем не физическое сражение, а битву за умы. Североамериканский дивизион вместе с президентом Дэном Джексоном опубликовали заявление, в котором сказано. Как христиане, мы твердо верим, что ненависть по отношению к кому бы то ни было, к брату, другу или врагу, приходит не от Бога, но от Отца всякого зла, от дьявола. Мы должны осудить все виды ненависти, от словесной до приносящего смерть и насилие. Все женщины, дети и мужчины, независимо от того, кому они поклоняются, они подобно нам хотят тоже жить и любить. Позволь мне рассмотреть это. Он говорит, что мы должны противостоять любому проявлению ненависти, от словесной и до насилия приносящего смерть. Я частично согласен с выражением насилия, приносящего смерть. Мы осуждаем это. Мой вопрос следующий. Считает ли пастор Дэн Джексон, что если мы называем грех своим именем, является ли это тем, что мы сеем ненависть? И это может быть осуждено, и это может быть запрещено движением церкви остатка. Какое есть объяснение для этих вопросов? Нам нужно послать ему имейл и спросить его, как он на самом деле понимает это свое утверждение. Помните, спасенное служить, что это тот же самый североамериканский дивизион и унионная конференция Лейк, и также университет Эндрюса и университет библейских исследований, который выпустил 20-ти страничный документ, и сделали в сущности маленькие шаги, постепенные шаги, для того чтобы внушить большинство адвентистов седьмого дня, принять людей из ЛГБТ-сообщества, чтобы те могли принять крещение и стать членами церкви, и также сохранить свое членство и занять такие места в церкви, как должность пастора, пресвитера, учителя субботней школы. Что он подразумевает, когда он это говорит? Считает ли пастор Дэн Джексон, что мы не должны называть грех его именем? Вот что необходимо прояснить. Самая влиятельная церковь адвентистов седьмого дня в конференции Флориды сделала следующее заявление. Церковь адвентистов седьмого дня, Форест Лейк, опобка Флорида, под руководством главного пастора Джеффа Паттерсона, объявила в Фейсбуке о том, что будут проводиться бесплатные заупокойные службы для всех шерд в расстрелах. В ответ на комментарии, которые был опубликован в Фейсбуке, предназначаются ли эти службы только для жертв ЛГБТ-сообщества, Форест Лейк ответили, «Мы хотим пояснить, что это служба для всех шерд в расстрелах, но мы хотим особо подчеркнуть, что это служба также и для жертв, принадлежащих ЛГБТ-сообществу». Еще одна церковь города Глендейл уже долгое время является приветствующей и включающей в себя большое количество членов из ЛГБТ-плюс. И вот что я вижу, этот массовый расстрел будет использоваться как шаг и возможность к тому, чтобы большинство адвентистов седьмого дня открыто приняли в церковь людей из ЛГБТ вместе с их грехами. И они будут призывать, «О, давайте будем любящими!» «О, давайте же будем толерантны!» Мы обязаны быть любвеобильными, но в то же время мы должны называть грех своим именем и придерживаться Божьих стандартов. Люди обязаны быть рожденными свыше. Как ты и сказал, мы обязаны быть любящими. Это не любовь – давать человеку идти по дорожке, ведущей в погибель, ведущей его ко греху. Любовь же – это спасать души, относиться с состраданием, как Иуда в послании написал «спасать, исторгая из огня». И по мере того, как мы смотрим на этих людей, борющихся со грехом, не только ЛГБТ, мы проявляем свою любовь тем, что показываем им, что победа доступна. Бог пообещал это. Если ты делаешь свою часть, и ты подчиняешься, и упорно борешься, и позволяешь Богу взять контроль, то человек получает новую силу в обновленном сердце, и произойдут такие перемены, которых человек не может достичь своими силами. Любовь – это не видеть кого-то умирающим, и дать ему продолжить идти в его грехах, вплоть до уничтожения. По мере того, как ты читал ответ из церкви АСД города Глиндейл и Форест Лейк, здесь, в городе Опопка, Флорида, их реакцию на массовый расстрел в центре города Орландо, я нашел в журнале «Спектрум» два заявления. Первое – от международного ЛГБТ-сообщества адвентистов седьмого дня, и от известного спикера из ЛГБТ-сообщества, А также в среде адвентистов Элли Эл Круз. Я цитирую первое заявление «Международное ЛГБТ-сообщество церкви адвентистов седьмого дня Кинчип опубликовало следующее заявление. Сегодня наши сердца были сокрушены, когда мы услышали об акте террора против ЛГБТ-кью сообщества в гей-клубе Пульс в Орландо, штат Флорида. ЛГБТ-кью братья и сестры навсегда останутся в наших сердцах. Пока неизвестно, если кто-либо пострадал из членов ЛГБТ-сообщества адвентистов. Кинчип. Это поразительно. Что вообще адвентисту делать в ночном клубе? Что вообще общего между адвентистами и этим сообществом? Это что? Образ жизни такой? Разве предполагается, что этим людям должно быть дозволено быть членами церкви и занимать ответственные посты? А они ходят под ночным клубом? И что если человек с нормальной ориентацией посещает ночные клубы в 3-4 часа утра, где употребляют алкоголь, играет дьявольская музыка и совершаются другие грехи? А также имейте в виду, что зачастую мирские привычки в одежде приносятся и в церковь. Та же одежда, которая надевается в ночные клубы, надевается на служение во многих адвентистских местных церквях. Та же мирская музыка, ритмичная и с ударниками из ночных клубов. Но ты не можешь против этого проповедовать! Это разжигание ненависти! Туда мы и движемся! Если вы проповедуете против этих вещей, это считается разжиганием ненависти. Вот второе высказывание от Эли Эл Круз. Убийство 50, а также ранение еще 53 человек, принадлежащих к нетрадиционной ориентации, должно подчеркнуть всю трагичность этой ситуации. Люди, принадлежащие к сексуальным меньшинствам, стали мишенью не только вчера в Орландо, но подвергаются нападениям каждый день. Чаще всего эти акты… Послушайте это, друзья! Чаще всего эти акты подпитываются идеологией, выступающей против ЛГБТ. Вот почему вера в Америке ежедневно сражается с религиозным фанатизмом. Ясно то, что проповедь ненависти может привести к ужасающим последствиям, намного более страшным, нежели к тем, которым она привела вчера. Это обязано прекратиться. Это противоречит проповеди адвентистов седьмого дня, особенно, если вы верите пророчествам 13 главы Книги Откровения и в то, что будет ограничение свободы. Итак, во имя защиты своих свобод и отстаивания своих прав, как члена ЛГБТ-сообщества, вы готовы отнять свободу Слова у других людей, потому что это противоречит тому, что вы говорите. Другими словами, когда выйдет воскресный закон, какую сторону вы займете? Исходя из того, что вы один из тех, кто говорит, что свобода Слова, когда она облегчает стиль жизни ЛГБТ-сообщества, такая свобода не должна быть разрешена, так как это идеология ненависти. Подтекст всему этому следующий. Библия – это книга, несущая ненависть. Да, так и есть. И помни, что светские люди уже заявили об этом. Библия должна быть запрещена. Это книга, несущая ненависть, так как выступает против сексуальных меньшинств и даже осуждает их образ жизни. И теперь Элиэль Круз, который называет себя адвентистом седьмого дня, заявляет, что именно анти-ЛГБТ-теология ведет к ненависти и массовым расстрелам. Возвращаясь к тому, что Франциск сказал о фундаменталистах, чей образ мышления несет в себе насилие, вы можете и не проявлять это. Но проповедь… Но проповедь данных теорий разжигает и может привести к вспышкам насилия. Кого они будут очень-очень скоро обвинять? Мы живем в последние дни. Можем ли мы видеть это, друзья? Так же, как было во дни Лота, когда гомосексуалисты и бисексуалы тех времен обвинили Лота. И их сторонники. Так, что он не мог возвысить свой голос против этих грехов. Мы живем в последние дни, и обратите внимание, более всего пугает то, что этот грех гомосексуализма не совершается неверующими людьми, но теми, кто относит себя к адвентистам. Взгляните на это внимательно. Элель Круз заявляет. Как вы можете просить молиться людей из ЛГБТ сообщества, после того, как на наших людей из ЛГБТ совершено нападение, в то время, как большинство из религиозного мира продолжает проповедовать теологию, направленную против ЛГБТ, сказал Элель Круз. Давайте остановимся здесь. После этого, Хиллари, у меня один вопрос. «Спасенное служить» после этого массового расстрела в Орландо. Это отвратительное преступление, совершенное по отношению к людям из ЛГБТ сообщества. Мне интересно, были ли разосланы послания к пасторам и администраторам в адвентистской церкви с рекомендацией не проповедовать против этих грехов? Собственно говоря, большинство пасторов даже не затрагивают эту тему? Нет. Мой вопрос таков. Найдется ли пастор, который после этого трагического происшествия продолжит проповедь о Божьей любви к грешнику, но ненависти ко греху? Кто из служителей найдет в себе смелость открыто порицать и указывать на разные грехи, включающие в себя не только лесбиянство, гомосексуализм, бисексуальность, трансгендеризм и т.д. Но также блуд, прелюбодеяние, курение, распитие ликера в церкви. Это верно. Также стоит учитывать, эта трагедия, как и все прочие трагедии, имеет тенденцию объединять разных людей вместе, несмотря на их различия. На какой стороне будут люди, думающие подобно мистеру Крузу? Будут ли они на стороне той группы, которая призывает всех объединиться и любить ЛГБТ-сообщество, которая призывает всех забыть о наших различиях в доктринальных учениях? Они говорят «давайте просто объединимся и будем поддерживать наших братьев и сестер». Или эти люди будут на той стороне, которая заявляет «Да, это была трагедия, но в то же самое время это не отменяет греховности и отвратительности подобного образа жизни». Я повторю еще раз, мы скорбим о жертвах. Мы не бессердечны, использующие происшедшую трагедию для выражения своего мнения. Нет, мы показываем вам подтекст и как происшедшее является средством достижения цели, которая приведет к кризису начертания зверя, а также к объединению наций и религий для общей цели и для общего блага. Продолжим читать. И не обольщайтесь. Угроза исходит не только от людей, которые радикализировали исламское учение, чтобы оправдать свою ненависть. Эти смертоносные учения также находятся в христианстве, иудаизме и других религиозных традициях. Вера в Америке не перестает трудиться, чтобы положить конец огромному ущербу, который они могут причинить. Подобно тому, как это пугающе выглядело в Орландо прошлой ночью. Теперь мы видим, как это трагическое происшествие будет использовано, и как сатана будет задействовать своих агентов даже из числа людей. И многие из адвентистской среды, те, кто стоял и придерживался Божьей истины по этой теме, ЛГБТ-движения в наших поместных церквях. Они будут захвачены этой идеей, давайте просто будем толерантны, давайте просто будем любящими. И Дух пророчества заявляет, друзья, я говорю вам, Елена Вайт воистину была вдохновлена Богом, потому как она ясно это высказала, в последние дни многие, называющие себя последователями Бога, будут сметены и увлечены спиритизмом, так же, как в первом послании к Тимофею 4-й главе и в 1-м стихе, а также в 1-м Иоанна 4-й главе стихи с 1-го и по 3-й, в последние времена отступят некоторые от веры, вынимая духом, обольстителем и учением бесовским. Сожженных в совести своей. Сожженных в совести. Елена Вайт дает следующее определение слову спиритизм в книге «Великая борьба» страница 588. Эти учения невозможно ни замаскировать, ни отрицать, но в своем подлинном виде он еще опаснее, потому что Бог облечен в более искусный и коварный обман. Любовь – одно из главных свойств Божьих, низведена до уровня жалкого сентиментализма, не делающего никакого различия между добром и злом. Справедливость Господа, предостережение относительно греха, требование соблюдать Его Святой Закон – все это скрывается от людей. Христос отвергается, как и прежде, но сатана так ослепил человека, что он совершенно не замечает обмана. Только любите, будьте толерантны, это спиритизм, потому как теперь они говорят, не проповедуйте против грехов ЛГБТ-сообщества и других грехов. Просто любите, вы будете сметены учением спиритизма. Продолжим в книге «Великая борьба» страница 588. Граница, разделяющая так называемых христиан и безбожников, едва заметна. Члены церкви любят то же, что и мир, и всегда готовы присоединиться к нему, и сатана решает слить их воедино, чтобы таким путем укрепить свое дело и втянуть всех в спиритизм. Католики, протестанты, мирские люди, все примут вид благочестия и отрекутся от его силы. И в то же время они будут смотреть на этот союз, как на великое движение, которое должно послужить обращению всего мира, и ввести его в давно ожидаемое тысячелетнее царство. Я вижу из этого заявления следующее, сатане не важно, если вы католик, христианин, мирской человек или просто атеист. Не важно, к какому учению вы себя относите, пока вы в рядах спиритизма, вы принадлежите ему. Спиритизм – это его религия. Вы можете называть себя, как хотите. Прямо как проповедь сатаны в Едемском саду о том, что Бог есть любовь, просто любите, без всяких ограничений и стандартов. И это именно то, что сметет в спиритизм большинство людей, называющих себя последователями Бога, и переведет к их погибели. Обратите внимание, не этот ли призыв мы слышим сегодня? Просто любите, будьте толерантны, не проповедуйте на темы, ведущие к разделению. Это спиритизм. Когда вы смотрите на Голгофский крест, вы видите объединение любви и справедливости, милость и истина соединились воедино. 84-й Псалом, стихи 10 и 11 подтверждают это. Они обязаны быть объединены, и Господь открывает нам. Эти люди призывают к обращению всего мира и хотят ввести этот грешный мир в давно ожидаемое тысячелетнее царство, что означает мир, миллениум, мир, тысячи лет мира. Нет места теориям, вызывающим разделение. Просто любите и будьте толерантны. Мы живем в последнее время, но Дух пророчества заявляет в книге образования на странице 57-й. Самый большой недостаток в современном мире это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать. людей, чья совесть вернодолгу настолько, насколько стрелка компаса полюсу. Людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут. Хиллари, все эти разговоры о только любви. Мой вопрос таков, как мы воистину видим жертву Христа? Да, поскольку если мы взираем на нее, и взираем ежедневно, жертва Христа, если мы ежедневно взираем на нее, мы не будем совершать грех нетолерантности в нашей жизни. Это верно. И по отношению к людям, мы будем являть любовь и справедливость, потому как грех причиняет боль Иисусу. Итак, мы не можем сказать, что взираем на Иисуса ежедневно, и вместе с тем принимать грехи ЛГБТ сообщества, а также другие грехи, такие как курение, выпивка, блуд, ложь, воровство, нарушение субботы, и продолжать называть себя христианами, заявлять, что мы любим Иисуса. Он сказал, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если мы заявляем, что любим Иисуса, мы не сделаем ничего, что ранит нашего Спасителя. Это будет лицемерно для служителей и рядовых членов церкви, заявлять о том, что они являются истинными христианами, и все же принимать людей, которые не отвернулись от греха, и подразумевать своей проповедью, что они могут оставаться в своих грехах, и все же быть спасенными. Насколько такой образ мышления ослабляет силу Евангелия? Евангелие имеет силу преобразовывать образ жизни и делать из мужчин и женщин новое творение во Христе. И если мы говорим, что люди могут оставаться такими, какие они есть, это подразумевает, что силы Евангелия не хватает для спасения грешника. У Евангелия и у Христа недостаточно силы, но моя Библия говорит, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Аминь. Отец наш Небесный, мы молимся особой молитвой, о тех, кто потерял своих близких людей в массовом расстреле в Орландо, в этом ночном гей-клубе под названием «Пульс». Мы молимся также о тех, кто был ранен и страдает сейчас. Дорогой Боже, мы молим Тебя за народы, чтобы они не были обмануты в принятии сатанинской лжи и лжи антихриста. Но, дорогой Боже, они не будут знать, какое решение верно, пока мы, Твои люди, не издадим определенный трубный звук, пока не представим принципы Вечного Евангелия, трехангельскую весть. Мы молимся о адвентистах седьмого дня, о церкви города Опопка, Форест Лейк АСД, о церкви в Глендлейл АСД, о пасторе Денни Джексоне и о его команде. Молим о Элиэле Крузе. Молим даже об адвентистском ЛГБТ-сообществе Киншип. Мы молим о преобразовании сердец, чтобы мы стояли на тех принципах, которые делают нас истинными христианами адвентистами седьмого дня. Дорогой Боже, мы не обмануты, мы знаем, что говорит Твое Слово. Кризис близок. Помоги нам индивидуально облечься во всеоружие Божье, чтобы нам можно было стать против козней дьявольских. Помоги нам проживать каждый день на Твоей стороне, потому как не знаем, когда придет смерть, когда завершится время испытания. Все, что мы можем сказать, приготовь нас, храни нас готовыми до Твоего пришествия. Это наша молитва. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.